То есть вот в этом мы отстаем, ну понятно по каким причинам. А рядом с нами находится страна, которую весь цивилизованный Запад, вся Европа поддерживали интенсивно, вкладывали деньги в развитие демократии, в борьбу с коррупцией. И вот сейчас вдруг парламентская ассамблея Совета Европы застрела свое внимание на одном из законов. Оказывается, этот закон можно назвать этноцида-закон. То есть людей лишают основополагающих вещей, родного языка. И так получается, что били-то опять по-русски, по-россии, а рикошетом ударили по государствам странам Евросоюза. Вот ваша реакция, ваш комментарий на то, что украинская власть вытворяет и что это наконец-то заметили на Западе? Ну, во-первых, я хочу сказать, что в моей пресс-конференции я обратил внимание, и это сейчас имеет большое отражение, что мы выяснили, как партия Левы сделали запрос в Бундестаг. И были удивлены, что половина бюджета, который выделяется на сотрудничество и работу с постсоветскими республиками, ну, со странами Советского Союза, как правильно можно сказать, то больше половины бюджета идет на поддержку структур, политических организаций и так далее в Украину. У меня буквально здесь я вам могу предоставить на немецком языке 59 страниц доклад, какие финансы идут на Украину для поддержки так называемой демократии. Мы будем эти вопросы поднимать и ставить, и я думаю, что тут будет еще в будущем очень удивительно узнать, на какие структуры и какие организации плыли очень большие деньги. Мы говорим здесь размеры до 200 миллионов евро только с Германией. То, что произошло в Украине в последнее время, подписание этого закона, да, на Западе, особенно мы знаем Бенгрии, Румынии, а также в Германии, начинают потихоньку задавать вопрос, что это за такие демократические понятия, когда людей, национальности, можно сказать, лишают меньшинств, лишают возможности общаться, учиться на своем родном языке. Как раз в Крыму мы были в преддверии, я вот держу в руках последний доклад ООН по так называемым нарушениям прав человека в Крыму. Мы знаем, он вышел 25 сентября, и мы его взяли с собой. И на основании вот этого доклада мы проехали весь Крым. Мы были в Бахчисарае, мы встречались с руководителем духовенства муфти в Симферополе, встречались с крымскими татарами и искали, можно сказать, эти нарушения прав человека. Вы знаете, я просто символически могу этот доклад вот так перед вами порвать, да, так как писали этот доклад люди, которые сами не были в Крыму. И тут показывается, насколько абсурдная ситуация. Я бы посоветовал всем, кто писал этот доклад, во-первых, съездить в Крым и узнать ситуацию в Крыму от людей, от политиков, от общественников. Но я бы им, наверное, вперед пожелал бы поехать впервые в Украину и там навести порядок или узнать, или там описать все нарушения прав человека, которые там происходят. Как можно это назвать? Это не совпадает ни с европейскими стандартами, ни с международными стандартами, если меньшинство просто запрещает, мы знаем, этот закон не соответствует международному праву. И я думаю, что эти вопросы, я вижу, что ситуация в Германии, депутаты в Бундестаге начинают все больше и больше делать запросов. Мы актуально сделали запрос от партии левых вообще по всем вопросам, по городам, по братимам, по структурам студентов, по всему. Какие деньги, для кого, на что выделяется, почему выделяется и идет ли отчет. Правительство Германии нам сейчас ответило, мы разбираемся, мы предоставим буквально уже после моего заявления все больше и больше граждан Украины, я должен сказать, выходят на нас, спрашивают, буквально на сегодня вышли люди из Запорожья, где просто говорят, мы никаких денег и никаких структур мы не видели. Например, немецкие организации украинских немцев, которые в Украине тоже есть, они тоже открыто говорят, по моим документам, на работу немецкой диаспоры в Украине выделили на более 900 тысяч евро. Это тоже, скажем, хорошие деньги. Но то, что поступает теперь ко мне, люди и структура этих денег никогда не видели. И вы знаете, тут вопрос стоит серьезно. Я думаю, для меня понятно, куда эти деньги просто уходят в другие каналы, в другие проекты. И я думаю, мы должны многоплательщикам Германии проинформировать, потому что, я думаю, мы имеем право на это. И мы надеемся, что эти деньги идут по каналам, куда мы их предосматривали, на развитие культуры, на развитие языка. И каждому теперь должно быть понятно, что меньшинство, конечно, мы знаем, что россиян, русскоговорящих в Украине, это самое большое число, но есть и другие меньшинства, как молдаване, как венгры, рубыны, также и немцы, по последним статистикам 33 тысячи. Я думаю, с такими намерениями этим хлопцам в Европе делать нечего. Андрес, и вот вам, как представителю левых политических сил в Германии, сразу вопрос, обращение, считайте, что я вот, как человек, который не понаслышке знает о конкретных проблемах, передаю вам это устное обращение. Смотрите, я когда-то в 85-м году, будучи еще молодым солдатом учебной части в Москве, нас привлекали к Международному фестивалю молодежи и студентов. И вот тогда на фестиваль приезжали разные люди. Были в том числе из государств диктаторских режимов молодые люди, которые просили не показывать их лиц, потому что у них в стране диктатура, и их могут привлечь к ответственности, запытать и посадить на много лет, а то и казнить. Я никогда не мог себе представить тогда, в Советском Союзе живя, что наступит такой день, когда представители делегации вот на такой же Международный всемирный фестиваль молодежи из Украины будут арестовывать. Вот делегации в составе семи человек во главе с Михаилом Кононовичем, лидером комсомола Украины, была задержана на границе пограничниками и передана в службу безопасности Украины. Эти молодые комсомольцы ехали по приглашению в Россию на 19-й фестиваль молодежи и студентов. Они задержаны, и Михаил Кононович оттуда с границы сообщает о том, что им ничего предъявить не могут, но их задержали, их перешерстили, сказали, что коммунисты запрещены на Украине, а у них символика была в сумках какая-то, левая коммунистическая толка. В общем, ребят не выпустили с территории Украины. Сейчас решается вопрос об их аресте, задержании, я не знаю о чем. Вот представьте себе, это европейская страна, которой Германия в том числе выделяет деньги на свободы и демократии. Спасибо за эту информацию. Делегация с Германией, которая в частности, я косвенно имею отношение, особенно от нашей партии левых, в составе 12 человек, вылетела уже в Москву, находится в Москве и в других регионах Российской Федерации, в том числе и моя дочь находится в этой делегации. Это, конечно, трагически, если как раз молодежь наказывается за тот факт, что они хотят иметь контакт с другими людьми. Мы знаем, что буквально со всех стран мира будут представители в Сочи, и вы знаете, молодежь едет туда в не политики. Это молодежный всемирный фестиваль, который традиционально проводится в России и в других странах мира. Я думаю, что мы как раз, я буду делать все, чтобы как раз мы, партия левых, например, в Германии поднимали этот вопрос, что страна, которая рвется как бы в Европейский Союз, нарушает все демократические структуры. Мы знаем, партия коммунистов запрещена, поэтому тут должно быть жесткое осуждение с Германией и Евросоюзом. Мы знаем, что коммунистическая партия в Италии, это довольно сильная партия. Мы знаем, что, скажем, у нас Германия, она не очень такая развита, но они имеют своих депутатов на местном уровне, структуры. И вы знаете, в Европе на сегодняшний день не должно быть такого. Я буквально возьму сейчас контакт с руководителем немецкой группы, Артуром Лайером, который находится сейчас в Сочи. И я думаю, что интернациональный фестиваль должен тоже заявлением отреагировать на такой антиконституционный поступок Украины. Поэтому мы должны это не только осудить, а мы должны полностью призвать Украину молодых людей освободить и дать возможность принять международном молодежном форуме в Сочи. Поэтому это акт, ни в коем случае мы не должны умолчать. Мы должны это открывать и должны это сильно осудить. Поэтому я буду, спасибо за эту информацию, тоже нашу фракцию в Бундестаге информировать. Такие факты просто нужно освещать, чтобы они были всем известны. Продолжение следует...